Здравствуйте! Ближайшие 20 минуты о самых заметных событиях дня. В эфире новости телекомпании ТВИН в студии Галины Смирновой. И вот некоторые темы этого выпуска. Идем по правилам. Магнитогорская госавтоинспекция посвятила первоклассников 59-й школы в пешеходы. На благо магнитогорцев телекомпания ТВИН получила благодарность общественной палаты города Металлурга. Отныне на татами и девушке. В Магнитогорске прошел очередной всероссийский турнир по дзюдо на Кубок Куао ММК памяти Виктора Пшеничникова. А сейчас об этих и других событиях более подробно. С начала этого года на территории Магнитогорска зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Показатель тревожный и улучшить ситуацию может только профилактика. Именно поэтому была организована для первоклассников общеобразовательной школы номер 59 акция посвящения в пешеходы. На этот раз к себе в гости позвала ребят страна разметок и четких правил. И ее обитатели – дорожные знаки, разметки и светофор. Школьные агитбригады старались вовсю. Разыгрывали в стихах сценки случающихся на дороге ситуации, давали советы и на личном примере показывали, как необходимо поступать, чтобы не случилось беды. А машина учится лихо, ее лучше пропустить. Если транспорт далеко, переходите легко. Ирина Цинбалт занимается профилактикой дорожно-транспортного травматизма в школе номер 59 уже более 20 лет. К чести Ирины Владимировны результат ее работы налицо. О происшествиях с воспитанниками 59-й школы не слышали уже давно. Все, как говорит педагог, благодаря выученным ребятами на зубок правилам поведения на дороге. Необходимо знать, даже лучше, чем другие правила, потому что другие правила можно повторить, а эти правила спасают жизнь и здоровье детей. Полицейские провели с первоклассниками профилактическую беседу, посвященную правилам безопасного поведения на дорогах. Особое внимание было уделено использованию светоотражающих элементов на одежде. В завершении урока ребята торжественно зачитали посвящение первоклассников-пешехода и получили звание «Пешеход», которое, несомненно, налагает на его обладателя ряд обязанностей, главные из которых – соблюдать правила дорожного движения. Стрислав Юдин, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН». Продолжаем программу. За 9 месяцев 2015 года на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов группы ММК было направлено за счет всех источников свыше миллиарда рублей. Крупнейшей социальной программой в группе ММК традиционно стала благотворительность и социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов. На эти цели предприятиями группы за 9 месяцев 2015 года было выделено более 344 миллионов 700 тысяч рублей. Усилия ОАО ММК в этой области отмечены общественным признанием. В марте текущего года ММК стал победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса. Динамика и ответственность-2014» в номинации «За высокую социальную ответственность». А в июле Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз стал победителем в номинации «Развитие персонала» в рамках 12-го отраслевого конкурса ГМПР «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», сообщает Управление информации и общественных связей ОАО ММК. К другим темам. Политическая партия «Единая Россия» начала подготовку к выборам в Государственную Думу 7-го созыва, которые состоятся в сентябре 2016 года. Считая, что избиратель вправе сам решать, кто будет представлять его интересы, единороссы объявили о проведении 22 мая следующего года процедуры общефедерального предварительного партийного голосования. Предстоящее событие стало главной темой обсуждения на форуме первичных организаций регионального отделения партии, прошедшем в Челябинске. Его прямая видеотрансляция была организована в студиях сразу 42 муниципальных образований, в том числе и в Магнитогорске. На форум, собравший более 2000 секретарей первичных организаций партии, работающих в области, Магнитка отправила 40 делегатов. Однако ждать их возвращения, чтобы узнать подробности, оставшемуся большинству не пришлось. Благодаря организованной видеотрансляции абсолютно все желающие смогли стать онлайн-участниками этого масштабного мероприятия. Главной его темой было проведение 22 мая 2016 года праймерис – процедуры народного голосования. Процедура внутрипартийного голосования была уже опробована на выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области и Магнитогорского городского собрания депутатов. Показала свою высокую эффективность. Стремясь выдвинуть действительно достойных, единороссы ужесточили требования к кандидатам. Претендент должен быть не моложе 25 лет, без судимости, активов, счетов и вкладов за рубежом. Заявить о своем намерении баллотироваться в Госдуму Российской Федерации нужно будет в Организационный комитет Челябинской области. Потенциальный кандидат может выставить свою кандидатуру в одном одномандатном округе или в общем списке. Всего одномандатных округов в Челябинской области пять, в их числе Магнитогорский. И самое важное, проголосовать за кандидатов сможет любой гражданин, ведь главную оценку работе членов партии дает ее избиратель. Телекомпания ТВИН получила признание Общественной палаты Магнитогорска. Ее первое заседание в обновленном составе прошло в минувшую пятницу. Были подведены итоги работы за прошедшие пять лет, награждены заслуженные члены палаты и журналисты, внесшие вклад в улучшение социальной ситуации города. Подведение итогов прошедшей пятилетки, а именно столько существует Общественная палата в Магнитогорске, стала главной темой заседания. Присутствующий на нем глава города Виталий Бахметьев отметил особую роль палаты в социально-общественной жизни города. Сегодня на самом деле проблем в городе Магнитогорске очень много, ну, наверное, как и в других университетах, но я готов сегодня к конструктивному разговору с вами, я готов услышать вашу критику, конструктивную критику, совместно принимать решения на благо жителей Магнитогорска. Хотелось бы еще раз повторить слова нашего президента, наша сила в единении. Юристы Общественной палаты в течение прошедших пяти лет помогли многим горожанам, попавшим в трудную ситуацию. Члены общественных организаций, входящие в состав палаты, также внесли немалый вклад в стабилизацию общества. Отметили и роль журналистов. В частности, особой благодарности заслужила телекомпания ТВИН. В ее эфире вышел сюжет о матери, у которой отобрали ребенка. В результате совместных действий палаты и журналистов молодая женщина вновь обрела сына. Главное, что мы должны сохранить статус организации народного контроля и практического организатора живых, социально значимых дел. Мы эту миссию будем выполнять. Состав обновился. Состав обновился фундаментально и конструктивно. Новый состав Общественной палаты, по словам ее бессменного лидера Валентина Федоровича Романова, продолжит традицию добрых и полезных дел на благо граждан. Станислав Юрин, Галина Смирнова, Влад Гусев, телекомпания ТВИН. И печальная новость. В воскресенье 6 декабря на 83-м году жизни умер почетный ветеран Магнитогорского металлургического комбината Валентин Яковлевич Кияшко. Валентин Яковлевич Кияшко родился 2 февраля 1933 года. С 1952 по 1957 годы учился в Магнитогорском горно-металлургическом институте. В 1957 году поступил на работу на Магнитогорский металлургический комбинат. Начинал машинистом вагон весов. С 1969 года возглавлял цех ремонта металлургического оборудования номер 1. В 1975 году назначен заместителем главного инженера ММК по капитальным ремонтам. В должности заместителя главного инженера проработал 17 лет. В декабре 1997 года вышел на пенсию. Прощение с Валентином Яковлевичем будет проходить во вторник, 8 декабря, в третьем панихидном зале городской больницы номер 1 с 12 до 13.00. В память об этом замечательном человеке 8 декабря в программе «Утречка» мы покажем из архива телекомпании ТВИН программу ТВММК, в которой принимал участие почетный ветеран ММК Валентин Кияшко. О новостях спорта через несколько секунд. Во дворце спорта имени Рамазана прошел традиционный открытый всероссийский турнир по дзюдо на кубок УАО ММК. Соревнования, посвященные памяти Виктора Пшеничникова, собрали в Магнитогорске несколько сотен борцов. Изюминкой нынешнего мемориала стало то, что впервые за награды боролись и представительницы прекрасного пола. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Популярные соревнования традиционно привлекают внимание не только спортсменов солидного уровня, но и руководителей серьезного ранга. На церемонии открытия турнира снова присутствовали как генеральный директор УАО ММК Павел Шиляев, так и магнитогорский градоначальник. К слову, кандидат в мастера спорта под дзюдо и президент магнитогорской федерации Виталий Бахметьев. Вот уже на второй год мы видели, как нас ждет уровень мастерского участника. Уверен, что и сегодня вы покажете красивую форму, справедливую борьбу, успехов вам. В борьбе нет компромиссов, в дзюдо есть победители. Но я думаю, что они будут побеждены, потому что все-таки по регламенту этого турнира вы будете еще два дня напарываться, вы будете тренироваться совместно, принимать опыт, изучать новые тактные линии борьбы. Действительно, помимо соревновательного опыта, а он для самых неудачливых ограничивается лишь парой поединков, участников турнира традиционно ждал и мощный двухдневный семинар, по ходу которого каждому предстояло провести как минимум пару десяток тренировочных схваток. Подобная практика уже не первый год – фирменный знак магнитогорских турниров. А вот участие в мемориале представительниц прекрасного пола – явление новое. Дай Бог, это станет хорошей точкой отчета для новой волны развития женского дзюдо Магнитогорска. В 18-м турнире памяти Пшеничникова приняли участие около трех сотен юниоров и юниорок до 21 года и юношей до 18 лет. По итогам двух дней соревнований магнитогорские дзюдоисты завоевали 13 наград – 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Павел Зайцев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv-дефисын.ру. А впереди вас ждут полезные коммерческие информации, а также прогноз погоды на 8 декабря. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 8 декабря, в городе ожидается значительная облачность. Днем преимущественно без осадков. Вечером – ливневый снег, дымка. Ветер западный – 4,9 метра в секунду. Отдельные порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 2,0 градусов. Днем – плюс 1, минус 1 градус. Днем – плюс 1, минус 2,0 градус. Продолжение следует...